МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как показал опрос, далеко не все граждане разбираются в вопросах правильного питания. Но у нас на этот случай заготовлен эксперт Александр Бойков, фитнес-инструктор. Он-то нам все расскажет и покажет, как правильно питаться и не навредить себя. Ну, что касаемо принципов рационального питания, то в голову главное нужно ставить те нутриенты, которые необходимы нашему организму в повседневной жизни. То есть это необходимое количество белков, жиров, углеводов, плюс минеральные вещества и витамины. Ну, соответственно, вода и клетчатка. Ну, мы сегодня с вами пройдемся по магазину и позаглядываем в продуктовые корзины к покупателям и будем давать им полезные советы по правильному питанию. Хорошо? Договорились. Пойдемся. Как часто ем сладкое? Ну, когда чай пил? Примерно раза три в день. Дело в том, что вот такие корзинские изделия, как печенье, они вот такого песочного теста, да, что называется, они очень богаты скрытыми жирами, так называемыми балластными жирами, которые содержат мало витаминов и так необходимых нам вот ненасыщенных жирных кислот, омега-3, омега-6, омега-9. Заменить можно каким-нибудь, ну, например, есть печенье овсяное, так называемое, да, которое содержит волокна нерастворимые, да, клетчатку, да, вот они. Более-менее еще можно их отнести более-менее таким диетическим продуктом. Ну, вот давайте с вами так поступим. Вы готовы прямо сейчас поменять сольаппетитные шоколадные печенюшки на овсяные печенья ради здоровья? Да, в принципе, да. Как вы считаете, не есть после шести это стереотип расхожий или это правильно? Это, по-моему, стереотип, потому что многие ложатся спать достаточно поздно, как я, ближе к часу. И после шести то и дело что-то перекусываете? Ну, как то и дело? У меня все-таки двое детей, и получается, что то и дело. Вот, Александр, скажите по поводу еды после шести, как быть с этим стереотипом? Действительно, это стереотип. Дело в том, что, действительно, если человек хочет как-то снизить вес, то, действительно, после шести ему нужно стараться не кушать углеводной пищи. То есть можно кушать в большом количестве салаты, которые богатые клетчатки, которые медленно перевариваются и, собственно говоря, калорий мало в себе содержат. И плюс какой-нибудь белковый продукт. Это будет кусочек мяса или там рыбки, или там чего там, курочки. Это будет замечательный ужин. Главное, чтобы не было лишних калорий. Питайтесь правильно? Будьте здоровы. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вам все здорово. Ну вот что у вас в корзине? Расскажите нам. Ну что, сельдерей, допустим. Зелень, калорий, 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 калорий. Протеинами, яйца очень хороший источник протеинов и жиров. Очень хорошо. Ну что ж, это отрадно, что некоторые покупатели все-таки преследуют принципы правильного питания. Будьте здоровы, питайтесь правильно и смотрите «Утро на Енисеи». Продолжение следует...